В 1980 году Paramount и NBC адаптировали бестселлер Джеймса Клавелла Сигун в телесериал, где сценарист Эрик Беркович пересмотрел исходный материал. Я представил Джеймсу Клавеллу свою идею — взять его рассказ, преобразовать и рассказать всю историю Сигуна с точки зрения Блэк Торна, понимая то, что он понимает, видя то, что он видит, и каждый раз, когда он замешательства, мы также запутываемся. Чтобы достичь этого, решили не снабжать японские диалоги субтитрами, чтобы американская аудитория была такой же потерянной, как главный герой Джон Блэк Торн, штурман корабля, основанный на первом англичанине, достигшем Японии в 1600 году. Для этой версии сюжета выбор без субтитров оказался драматически эффективным. Мы полностью оставляемся в персональной перспективе Блэк Торна, учимся, как он учится, чувствуем, что он чувствует. Хотите зайти туда? Не смейте. Конечно, теряется внутренний мир всех персонажей, которые говорят только на японском, и для исторической эпопеи о важном периоде Японии потеря большая. В романе Клавелла есть элемент чужака в чужой стране. Блэк Торн все еще главный герой. Но он позволяет нам проникнуть в мысли японских персонажей, как и звездный ремейк Сызгун FX 2024. Если Тайко еще жив, что с ним будет? Он должно быть смеется над нами троими в середине наших страданий. Вместо одного главного героя в Сызгун 2024, их несколько, большинство японцы, все диалоги субтитрированы. Этот выбор делает менее растерянным, отнюдь не умаляя шока от столкновения Востока и Запада. Он просто уравновешивает его. Что делает новый сериал таким привлекательным для меня? Это как он использует перевод для исследования возможностей и ограничений общения. Как сказать «я понимаю» на вашем языке? Блэк Торн, прибыв в Японию, встречает своего первого переводчика японского католика, слабо знающего португальский. Важно, что Блэк Торн спрашивает, как сказать «я понимаю». Сюгуну интересна разница между простым переводом и пониманием. Почему этот парень действует на тебя раздражающе? Он дьявол. Второй переводчик Блэк Торна – португальский священник с недостаточным владением японского языка. Узнав, что Блэк Торн – английский протестант, священник отказывается честно переводить. Священник передает не столько слово Блэк Торна, сколько его присутствие. Не в состоянии говорить сам за себя, Блэк Торн закрывает языковой барьер жестом. Первым настоящим переводчиком Блэк Торна становится другой священник, который честно передает его слова лорду Торунага. Поубедиться в честности Торунага приглашает еще одну переводчицу, Леди Марика. Фильм при помощи субтитров нам показывает верность перевода, убирая переводчиков, пока Торунага не говорит с Блэк Торном. Вот преимущество субтитров. Сигун 2024 показывает встречу умов двух главных персонажей, говорящих на разных языках. Милорд хочет сказать, что он сожалеет о времени, которое вы провели в тюрьме. Позднее, в том же эпизоде, Марика становится основным переводчиком Блэк Торна. Я рад, что жив. Интересно, как она изменяет разговор. Я надеюсь, что ваше ребывание в тюрьме не было слишком трудным, и я рад, что жив не обязательно предполагает благодарность. Рика, тихо контролируя тон, добавляет эти чувства. Скажите этой треплейнице молока, что я готов уйти. Шу прощения за то время, которое вы провели в тюрьме. Марика продолжает исполнять роль, особенно в эпизоде 5. Сцена ужина с мужем Бунтара, Блэк Торном, женой Блэк Торна, Фудзи. Марика пытается унять агрессию между двумя мужчинами, меняя их язык. Муж комментирует способ, которым вы едите лапшу. Звук, издаваемый вами во время еды, отражает глубину наслаждения. Если смотреть на версию сцены 1980 года, Марика все еще переводит, но мы отстранены от слуха Бунтара и Фудзи. В версии 2024 года с субтитрами мы получаем захватывающую сцену драматической иронии, где сам перевод становится важным, слагаемым во взаимодействии четырех умов. Марик старается избежать конфликта, переводя культурные ценности, не просто язык. Блэк Торн спрашивает у Бунтара военные истории, выражая английскую оценочную позицию, которую Бунтара находит грубой. И этих слов включают в себя больше смысла, чем их основное определение. Но это не единственное неправильное толкование трех слов. Блэк Торн получает Фазана от Торунаги, он вешает его для зрелости и в кураже говорит своим домочадцам. Фазан в итоге гниет, его запах портит покой местности, и старый садовник наконец удаляет его, рискуя собой. В зависимости от контекста одни и те же слова могут иметь разный оттенок. Чтобы верно передать смысл, нужно хороший уровень обоих языков и понимания культур. Я не поверю, что настоящий перевод нереализуем. Не верю в невозможность культурного общения. Я не думаю, что Сёгун в это верит. Перевод больше, чем передача слов. К этому мы должны подумать. Ведь не только Блэк Торн переводится. А нас, англоговорящих, тоже. Сёгун сначала писали на английском, затем перевели на японский с характерной фразировкой и вернули на английский для субтитров. Шоураннеры потратили на это много времени и ресурсов. Но я не могу не задуматься о упущенных тонкостях. Если я думаю об этом, значит шоу работает. Знаете, создатели фильмов и ТВ предпочитают избегать перевода. Он занимает много времени из-за повторений. Сёгун-2024 сделал перевод основой, превратив его в захватывающее шоу. Это не в интересах нашего господина. Вы собирались переводить.